В 1956 году началось производство магнитофонов «Чайка» на Великолупском радиозаводе. Первая модель неоднократно модернизировалась и, наконец, в 1966 году была снята с производства, уступив место кардинально новой модели третьего класса под названием «Чайка-66». Изменения коснулись практически всех узлов и даже корпуса. Его также изготавливали по моде тех лет в виде чемодана из гнутой фанеры, но теперь в отделке использовали не только кожзам, повинол или текстовинит, а еще по бокам стали обклеивать марли, поверх которой крепилась полипропиленовая сетка. Корпус всегда был одинакового серо-голубого окраса. В сочетании с такого же цвета фальшпанелью он на меня производил всегда довольно скучное, стерильно-больничное впечатление. Меня упорно не покидает мысль о довольно топорно изготовленных ручках управления. Но почему бы их было не изготовить другого цвета, хотя бы в цвет пластиковой накладки под ним? Из-за этого скучного внешнего вида, что называется глазу не зашло зацепиться, я всегда относился к нему довольно пренебрежительно. К тому же у него довольно скромные технические характеристики. Всего 1,9 скорость с диапазоном частот от 63 до 10 000 Гц и мощностью звука в 1 Вт. Но это было лишь до тех пор, пока он мне не попался. Во-первых, он сразу заработал, вообще без всякого колдовства над ним. А для меня это уже чудо. Самая главная его фишка – это отсутствие резиновых пасеков, вместо которых используются практически вечные тряпичные ремешки. Правда, для их использования пришлось применить дополнительные натяжители. Работу лентопротяжного механизма практически не слышно, он очень тихий. Вообще нет никаких проблем и сложностей с перемотками и воспроизведением. Все работает отлично и сразу. Во-вторых, несмотря ни на что, он мне очень понравился по звучанию, особенно если его использовать совместно с внешним усилителем. Стоит отметить, что магнитофон рассчитан на работу с 15-ми катушками и 6-м типом ленты, длительностью 45 минут записи на одну сторону, но вполне вмещает и 18-е. Дополнительным плюсом для меня стало наличие в магнитофоне отдельного регулятора уровня записи. В качестве индикатора используется лампа 6E3P. Во время записи необходимо выставлять такой уровень, чтобы полоски не соприкасались, иначе запись получится искаженной. В то же время расстояние между ними должно быть небольшим, иначе запись получится тихой. Самым большим минусом для меня в его эксплуатации оказалось отсутствие возможности прослушивания на динамике магнитофона записываемых фонограмм. То есть, если подключить к нему на запись магнитофона или проигрыватель, не имеющих своих встроенных усилителей с акустикой, то все манипуляции придется производить методом тыка. Однако, если вы его используете с внешним усилителем, то эта проблема тоже устраняется, и слушать записываемые фонограммы становится возможным. Всего в магнитофоне используются 4 радиолампы, и потребляет он 75 Вт электроэнергии. Его вес 10 кг. В итоге, мнение свое я о нем изменил. И считаю, что несмотря на то, что он был самым дешевым во второй половине 60-х, при стоимости в 125 рублей, магнитофон получился не только простым, но и надежным в эксплуатации. Завод же, как и большинство других предприятий, не пережил распада СССР. Раньше в 14 корпусах работало свыше 12 тысяч человек. Были свои детские сады, ясны, пионерлагерь, магазин и так далее. Все это распродано в 2000-х под магазины и торговые центры. И сейчас коллектив этого бывшего гиганта составляет всего чуть более 30 человек. Субтитры создавал DimaTorzok Не могу я тебе в день рождения Дорогие подарки дарить, Но зато в эти ночи весенние Я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние Я могу о любви говорить. Я могу о ожидании свидания На зари расстоять на окно И в часы предосветные ранние Каждый раз возвращаться в пешку Я пока что живу во всежитии Увлекаюсь своей мечтой Никакого не сделав открытия Но оно не вспомненно за мной Никакого не сделав открытия Но оно не примерно за мной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты не думаешь, что я невнимательный Что цветы не бросаю врага Я тебе в этот день замечательный Своё верное сердце отдам Я тебе в этот день замечательный Своё верное сердце отдам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok